Казахстан Добрый вечер Вот сейчас уже, можно сказать, на стадии реализации Ну, действительно, 14-15 сентября прошлого года прошел седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий Я иногда в своих выступлениях говорю о том, что 14-15 сентября Астана стала духовной столицей мира Да и правда так, да? Да, это было правда так, потому что освещалось, было где-то аккредитовано более 350 иностранных журналистов Это впервые такая была большая аккредитация ведущих СМИ, которые по всему миру освещали во всем мире данное мероприятие И Казахстан действительно был очень узнаваем в эти дни Вы правы, принята была декларация съезда Это итоговый документ Там 35 пунктов Мы уже приступили к исполнению этой декларации Например, в 31 пункте как раз было поручено разработать концепцию развития съезда лидеров мировых и традиционных религий до 2033 года И, конечно, мы хотим, чтобы те высказывания, те позиции, которые были озвучены во время съезда Лидерами, такими лидерами, как Папа Франциск, как верховный муфти Алясхара Шейха Таиб Представителями православной русской церкви Израильских равенатов И также другими представителями Конфессиональными представителями Мы, я думаю, что Именно нашла отражение в жизни Вот для этого такой фундаментальный документ готовится Мы приступили к его подготовке Он будет обсуждаться И мы планируем утвердить этот документ уже на заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Который пройдет в этом году 10-11 октября Вот подробнее можно, пожалуйста, про заседание секретариата Что это за орган, да? Как он будет проводиться? Кто будет участвовать? Секретариат проводится ежегодно Если съезд мы проводим раз в три года То секретариат это рабочий орган Который проводится ежегодно В преддверии секретариата будет проходить заседание рабочей группы Участники этих двух И группы рабочие, и секретариата Это представители религиозных лидеров Там приглашение направляется лидером От имени главы государства От имени руководителя секретариата Спикера сената Маулина Ашимбаева И они уже сами принимают решение Кто будет представлять ту или иную делегацию На этом секретариате Секретариат это очень важный рабочий орган Так как в ходе работы секретариата Определяются все проекты Принимаются проекты всех основных документов съезда Который прошел Будущего съезда Будущего съезда Будущего съезда Но также и говорится о том Какая работа проделана По итогам предыдущего съезда Подводится итог И намечаются новые планы На проведение уже нового съезда Восьмого съезда И повестка дня И тематика И тематика Главная тематика съезда И тематика секционных заседаний То, что волнует мировое сообщество Да Каждый год Каждый раз Та тематика принимается Которая именно сегодня Интересует мировое сообщество Например, седьмой съезд Это была роль лидеров мировых И традиционных религий В развитии В духовном, социальном развитии Человечества В постпандемический период Потому что вот так Ну, я думаю, что Восьмой съезд Уже, наверное, другую тематику Которая будет Но тоже Которая важная Которая действительно Весь мир волнует Понятно Секретариат Точнее Секретариат В этом году Будет юбилей Да Секретариат Надо отметить Что в этом году 20 лет С момента проведения Первого съезда В 2003 году Поэтому Наш съезд Лидеров мировых И традиционных религий Это вообще-то Очень долгосрочная Площадка Уже 20 лет В тех или иных странах Есть Похожие мероприятия Проводятся Форумы Но мы отличаемся Во-первых На нашем Наш Форум Называется Съезд лидеров Мировых И традиционных религий То есть не представителей Лидеров Этим отличается И во-вторых Мы уже 20 лет Это проводим Мероприятия Нет такой Долгосрочной площадки Нигде в мире Поэтому она Очень уникальная И уже Имеет свой авторитет И привлекательность Она узнаваемая Уже Мы всегда Каждый год Во время проведения Съезда Получаем пожелание Чтобы еще кто-то Принял участие Еще кто-то Вот вы знаете В первый съезд Было 17 делегаций В седьмой съезд Более 100 делегаций Да Развитие Да Мощное А вот предстоящий съезд Какие-то Может быть есть планы уже Ну планы Есть у нас Я думаю Что пока мы не будем Их Озвучивать Озвучивать Да Мы думаю Это будет обсуждаться У нас В преддверии подготовки Секретариата будут проходить заседание Рабочей Группой Под руководством Маулина Ашимбаева Значит Будут Высказываться мнения Представителями Этой группы Поэтому Я думаю Что Тема будет Определена И она будет Достойная тема Площадка уникальна Это я про съезд говорю Да Площадка уникальна Получает очень много Хороших отзывов Как на международном уровне И дальше А скажите пожалуйста Есть ли какие-то Подпосылки И тому что Ну Станет весомее Возможно Есть предпосылки Переродиться в организацию Международную Ну вообще Я думаю Что Это наверное Наша задача Чтобы Наша организация Вот именно Стала более международной Чтобы в этой В этой организации Больше было участие Более конкретное участие Представителей Международных организаций Религий Конфессии Мировых Вот Ну если помечтать Другие Они говорили о том Что они планируют делать Какие у них планы Намерения А вы были единственные Кто сказали о том Что сделано Кстати Это был Бывший министр Иностранных дел Австрии И бывший Верховный комиссар По международным делам Евросоюза Поэтому для меня Было так Это вот оценка Очень прям Так неожиданно С одной стороны С другой стороны Она была Очень Приятная Потому что Мы иногда Сами уже Не дооцениваем Себя И думаем Что это уже Так и нужно Когда За одним столом Сидят представители Различных религий Там например В этом году Я в Америке был Там говорят о том Что нужно установить Диалог между исламом И христианством А у нас этот диалог В республике уже существует У нас Рядом сидят И представители ислама И представители христианства И других религий И мы обсуждаем Говорим Какие-то Ну да Дискутируем Разные позиции Бывают иногда Но в целом В целом Общечеловеческие ценности Они одинаковые Они присущи Любой религии Они это Общечеловеческие ценности И в итоге Мы приходим К Взаимопонимания И в этом плане Можно сказать Что Казахстан Вновь становится Таким примером Вот смотрите Мы сделаем И делаем Как мы Да Вот мне об этом Как раз Марокко и сказала Это К сожалению Я забыл ее имя Но потому что Там очень много Было гостей Там где-то 55 Было министров Иностранных дел На этом мероприятии Проходило под Патронажем Генерального Света ООН Гутережа Это мероприятие Была Сергатевича Скажите пожалуйста Это ваш центр По развитию межконфессионального Межцивилизованного диалога Существует не так давно Можно вот подробнее О его работе Да О его задачах Ну центр тоже Особенно уникальный Это центр Он был создан В 2019 году По инициативе Президента Касымжемата Акимеича Тукаева Вот Ну Планировалось Чтобы в этом центре Собрать Высококвалифицированных Специалистов В области Религоведения Теологии Социологии Политологии Международных дел И Чтобы они могли Вот продвигать Те задачи Которые ставятся Съездом Его участниками Вот в этих же Декларациях Они закрепляются И Я думаю Что нам это удалось Те разрозненные Структуры Которые существовали В различных Ведомствах Организациях Они были Слиты воедино Но Я вам скажу Что помимо Съезда Проведения Подготовки Проведения Съезда Лидеров Мировых И традиционных Религий Мы еще Занимаемся Изучением Религиозной Ситуации Даем прогнозы По религиозной Ситуации И в Казахстане И в мире Для правительства Казахстана Также Осуществляем Религовическую Экспертизу При необходимости Так что Мы В этом плане Имеем Как бы Два крыла Одно Международное Другое Внутреннее С вашими работами Исследованиями Где-то Можно ознакомиться У нас есть Сайт Нашего Центра На котором И мы В соцсетях Активно Работаем Во всех Инстаграме Телеграме Во всех Этих Фейсбуке Везде Мы присутствуем И Мы проводим Очень много Конференций Всевозможных Проводим И онлайн И офлайн И за рубежом И в Казахстане С участием Наших партнеров Мы имеем Более 30 С лишним Партнеров Которые Мы подписали Соглашение Это и институты Это и Учебные Заведения Это и Организации Международные Вот Поэтому Проводим Такие мероприятия В этом году Будем проводить Тоже очень много Мероприятий И Круглые Столы И конференции Как я сказал Поэтому Такая работа Проводится Вот кстати 6 Марта Мы проводим Выставку Ювелирных Изделий Тюркских Женщин Очень интересно Да Это там Посвященные 8 марта Международного Дня Женщин И Эта выставка Продлится До конца Марта Там будут Представлены Ювелирные Изделия Которые Хранятся В нашем музее У нас При центре Есть музей Мира и Согласия Там Они Эти экспонаты Это и 18 И 19 Века И Также Будут Выставлены Картины Союз Художников Астаны Участвуют Помогают Нам Они там Порядка 40 картин Выставят Посвященные Женщинам Связанными Как-то С Женщинами Поэтому Приглашаем Всех На Претет Адрес Дворец Мира и Согласия В народе Его называют Пирамидой Но Официально Дворец Мира и Согласия Мы приглашаем Всех Посмотреть Эту Выставку И Вот Такие мероприятия Мы тоже Проводим В прошлом году Мы проводили Фото Выставки Посвященные Различным Религиям Кстати Фотографии Представляли Наши партнеры За рубежа По исламу По христианству По буддизму Иудаизму И очень интересные Фотографии Были Там Мы их Смотрели А здесь тоже В центре Мира Согласия Там тоже Смотрели Да Ваши Выставочные Работы Ага Понятно Можно Пожалуйста Немножечко Такой Подытоживающий Момент Вашей работы И Наверное По ситуации Как вы говорили Что вы проводите Исследования Говорите Какая сейчас Ситуация В стране Вот по этому Моменту В стране И в мире Вся задача Центра И съезда Лидеров Мировых Традиционных Религий Ведь в чем Это призыв Вот в тех же Декларациях Постоянно На постоянной Основе Это призыв К отказу От радикализма Отказу От экстремизма От терроризма В любых Проявлениях Это призыв К национальным Правительствам И Уполномоченным Органам Международных Организаций От Агрессивной Деструктивной Риторики Призыв К развитию Диалога Нацеленного На дружбу Мир Сосуществования Мирное Сосуществование Всех Обществ И всех Государств Это основной Наш лейтмотив Этого Ведь Президент В своем выступлении На съезде Сказал Что Сегодня Как никогда Нам важна Вот именно Это консолидация Общества И Мирового И Вот именно В установлении Мира В установлении И вот роль Лидеров Мировых Религий Он видит Эту роль Что она Первостепенна И вправду И на самом деле И хочется Чтобы К этому Призыву Призыву К миру Чтобы отказаться От радикализма Терроризма Чтобы услышали Все лидеры Политические Лидеры Правительственные Все лидеры Международных Организаций На этой ноте Мы завершим Нашу программу Спасибо большое За то что пришли К нам И ответили На наши вопросы Спасибо вам большое За приглашение За внимание К нашей работе Спасибо Удачи вам На этой ноте Мы прощаемся Всего доброго До встречи До встречи В эфире Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры